Господи Божий мой, на тебя уповат, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду, в День памяти апостола Фомы, за богослужением читаются два евангельских зачала. Апостолу посвящается отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 31. И рядовое чтение от Луки, 46 стиха 6 главы по 1 стих 7 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра на церковно-славянском языке. Рече Господь, чтоме завите Господи, Господи, и не творите я же глаголю. Вся гряды ко мне, и слыши словеса моя, и творяя, скажу вам, кому есть подобен. Подобен есть человеку, зиждущую храмину, и же ископа, и углуби, и положи основание на камени. Наводнению же бывшу при поде река храме не той, и не може поколебать и я, основана бобе на камени. Слышивай же, и не сотворивай, подобен есть человеку, создавшему храмину на земле без основания. Есть же при поде река, и абея подесе, и бысь разрушение храмины той овелии. Игда же скончався глаголы своя в слухе людям, в Ниде, в Капернаум. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое. Когда он окончил все слова своих слушавшему народу, то вошел в Капернаум». Сегодняшнее наше рассуждение, дорогие братья и сестры, будет посвящено притче Спасителя об основании дома. Для того, чтобы ясно представить себе, что за ней стоит, необходимо сравнить ее с притчей, описанной в седьмой главе Евангелия от Матфея, где речь идет о благоразумном муже, «Который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». В отличие от дома, построенного на песке, можно заметить, что евангелист Лука указывает просто на некое наводнение, в то время как у Матфея речь идет о реках. Уроженцам Палестины, которую Христос и взял за пример для своей притчи. Палестина в большей части своей страна гористая и холмистая, и, как другие подобные местности, подвержена внезапным, стремительным и проливным дождям, сильными бурями. Горные речки, потоки и ручьи, которые обыкновенно стояли сухими, после наступления дожди наполнялись водой и стремительно низвергались на равнины и долины. При стремительности своей они увлекали за собой все, что попадало им на пути. Целые здания, которые лежали на пути их течения, не могли иногда противостоять стремительности напора, особенно если они стояли на песчаном грунте. Они тряслись и в самом основании, подмытые, падали и разносились всепоглощающей волной. Мудрый человек обычно искал для своего дома скалистое место, строить на котором было труднее, потому как сперва приходилось затратить огромные усилия, чтобы вырубить фундамент. Когда же наступала зима, такой человек был достойно вознагражден, потому что дом его стоял прочно и надежно. Конечно, в описании этой притчи у Луки и у Матфея речь идет не о грунте для строительства дома, а о том, как важно строить дом в своей жизни на прочном фундаменте. Единственным же правильным основанием является учение Иисуса Христа. Преподобный Макарий Великий пишет, «Душа боголюбивая, желающая построить дом свой по слову Господа, не возводит его на песке лукавых помыслов греха, но вынимает его, отсекая от себя, насколько это возможно, и подобные песку злые помыслы лукавства». И так до тех пор, пока она не найдет твердые и незыблемые помыслы веры Христовой, пока не найдет Христа, истинный камень, который не одолеют врата ада. Но что мешает людям в поиске истинного основания для строительства своей жизни? Почему они так легко отходят от вероучительных истин Христовых? Ответы на эти вопросы мы можем получить в притче, размышляя о решении неразумного строителя. Во-первых, мы можем отметить такой порог, как ленность. Человек, о котором повествуется в притче, пытался меньше трудиться. Как трудно создавать фундамент дома среди камней. Строить на песке привлекательнее и намного легче. Может быть, и нам легче пойти своим путем, чем следовать за Иисусом Христом. Но на собственном пути нас ждет погибель. Путь же Иисуса Христа ведет к стабильной жизни и в этом мире, и в грядущем. Во-вторых, неразумный строитель был еще и недальновидным. Он вообще не задавался мыслью, что же будет с домом в будущем. Каждое жизненное решение принимается как с учетом настоящего положения, так и с надеждой на будущее благо. Счастлив человек, смотрящий на все не в свете сегодняшнего дня, а в свете вечности. Епископ Михаил Узин замечает, «Буря искушений и бедствий внезапно и постоянно грозят спокойствию душевному и духовному. Живущие по слову и закону Христову могут считать себя безопасными от крушения среди бурь, бед и искушений, и, обладая верою и любовью, не боятся их. Если бы их и постигли искушения и бедствия, они прибыли бы твердыми, перенося испытания, тем более, что Господь не попустит им искушения сверх силы их». Когда мы, дорогие братья и сестры, осознаем, что трудный путь чаще всего наилучший, а дальновидность – верный подход к познанию истины, то начинаем основывать нашу жизнь на учении Господа нашего, Иисуса Христа. И тогда никакая буря не может поколебать нашей веры. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok